Всем привет! Инфракрасный термометр, он же пирометр Winapex ET6531B. Приезжает вот в такой вот коробке. В комплекте инструкция на английском языке. Все подробно, подробно расписано. Вот такая вот она большая. И сам пирометр вот такой вот он. Черный пластик, матовый. Софт-тач от прорезиненного никакого нет. Но качественный пластик. И собрано тоже хорошо. Ничего не лифтит, не скрипит. В руке тоже хорошо сидит. Размеры. Размеры. 142 на 92 на 43 миллиметра. Он немного меньше по размерам, чем вот такой вот желтый вариант, который у меня есть. И у него ручка чуть-чуть тоньше. У желтого более массивная ручка. И желтый здесь такой софт-тач. Такой как прорезиненный по ощущениям. Этот просто пластик обычный. Но у этого больше экран, чем у желтого товарища. И работает он от других батареек. Кстати, даже в инструкции той большой, нет картинки, а как же открывать. Не совсем понятно новичку, куда батарейки-то вставляются. На самом деле эта штукенция откидываться вот так должна. Но она тут никакого ничего такого, ни ручки, ничего нет. Нужно вот так вот просто ногтями поддеть. И вот так вот открывается. Сюда вставляется две батарейки, либо два аккумулятора ААА. В частности, аккумуляторы я и буду использовать. Вставляем, соблюдаем нужную полярность. Защёлкиваем, готово. Курок. Основная кнопка для измерений. Один раз нажали, включился экран. Вот такой экран. Довольно крупненький экран. Он, я сказал, больше, чем у того товарища другого. И цифры больше, и сам он больше. Но он инверсного типа. То есть, черный экран и цифры, буквы все разноцветные. Можно нажать однократно, отпустить. Можно нажать и держать. Тогда он непрерывно измеряет температуру. И максимальное значение, которое было в этот промежуток. Вот оно здесь как бы есть. Вот эта кнопка правая, она выключает подсветку экрана. При нормальном освещении что-то будет видно. В темноте ничего не будет видно. Поэтому, скорее всего, чаще всего она будет у вас включена. Вот эта кнопка выключает лазерный указатель. Я выключил, сейчас ничего нет. Опять включили. Значок вот появляется, красненький. Лазерный указатель есть. Лазерный указатель необычный. Если у этого товарища лазерный указатель просто точка, то у этого товарища точка и кучка точек вокруг. И вокруг еще кучка точек. И вот так вот оно при освещении не так видно. В темноте оно, конечно, видно посильнее. Потом покажу. Но в измерении участвует только центральная точка. И 12 точек по кругу. Ну, вернее, они-то сами не участвуют. Лазер всего лишь для нашего удобства. Просто эта площадь показывает, в каком месте производится измерение. И отношение 12 к 1. То есть расстояние в 12 раз больше, чем диаметр того пятнышка, которое мы измеряем. В темноте видно намного больше точек, чем днем. На камеру даже не видно всего, что видит глаз. Но используется из них, судя по тому, что расстояние 1 к 12, диаметр в 12 раз меньше расстояние, то только центральная точка и ряд самых ярких точек вокруг нее. А остальные ряды по окружности и так, для красоты, наверное. Если мы на метр двадцать отойдем, то измеряемый диаметр объекта будет 10 сантиметров. На 60 сантиметрах будет 5 сантиметров. Ну, в принципе, ясен. Чем дальше мы отходим, естественно, тем шире это пятно становится. Чем ближе мы подходим, тем это пятно лучше. Если мы хотим измерить какой-то маленький объект диаметра, то нам нужно вплотную, желательно. И измерять. На корпусе, с одной стороны, вот всякие предупреждения написаны. И параметры лазера. На другой стороне, вот название, Винапекс. Вот. И отношение, о чем я только что говорил. Расстояние отношения и диапазон измеряемых температур от минус 50 градусов Цельсия до 600 градусов Цельсия. Вот здесь вот лазер выходит. На него лучше не смотреть. Там в глубине приемник инфракрасного сигнала. Который и производит, собственно, измерения. Вот такой вот экран. Здесь коэффициент эмиссии указан. Температура, которую мы измеряли. И максимальная температура за сеанс измерения. То есть пока мы держали, там было чуть больше, там чуть меньше. И вот оно максимально выдало. Запомнило и вот нам показывают. Если мы другой сеанс измерения произведем, то будет другая. Температура другое значение. И оно нам показывает другое. То есть это одноразовая память, скажем так. Эта кнопка Mode, она служит для входа в настройки. Нужно нажать ее, подержать немножко. Здесь у нас можно задать верхний порог предупреждения 300 градусов по умолчанию. Нижний порог минус 50 градусов. Дальше коэффициент эмиссии. Измеряемого объекта. И градусы в Цельсиях либо Фаренгейтах. Ну, зачем нужны пороги, я могу показать. В общем, по умолчанию 300. Я сейчас уменьшу это значение. Ну вот допустим, 9 градусов поставлю. Нажали. Все, сохранили. Теперь, если я измеряю, и что-то будет больше, чем 9 градусов, то загорается вот эта лампочка красненькая, что предупреждает нас. Типа тревоги. Или же можно нижний порог, если ниже там нашего значения, она тоже будет загораться. Коэффициент эмиссии важен при измерении некоторых поверхностей, потому что все объекты по-разному отражают инфракрасный свет. И из-за этого значения измеряемых температур могут очень сильно разниться. Там в инструкции есть табличка, и в интернете можно найти много табличек коэффициентов эмиссии разных объектов. Выставляем и измеряем. По умолчанию 0.95 стоит коэффициент практически у всех пирометров. Многие не заморачиваются с этой настройкой, потому что ты не всегда знаешь, из какого материала состоит объект, который ты измеряешь. Многие наклеивают черную изоленту и потом по ней сверху меряют. Но это не так просто на самом деле, как может показаться. Ну и в принципе я тоже склонен не обращать внимание на этот коэффициент. Я просто знаю, что зеркальные отражающие поверхности тяжело измерить пирометром. Но чем темнее какой-то объект, тем проще это все происходит. Чем меньше у него альбедо, то есть отражающая способность. Многие домашние вещи, такие как одежда, какие-то еще другие объекты имеют. Коэффициент 0.95, как раз который по умолчанию. Керамика, бетон, одежда, очень близко стекло, лед, бумага 0.95. То есть многие домашние вещи 0.95 коэффициент хорошо подходит. Чем удобнее этот вариант, чем вот этот вариант. Во-первых, он питается от двух мини пальчиковых АА батареек, либо аккумуляторов. А этот вариант у меня питается от короны 9 вольт. В принципе, ее надолго хватает, наверное целый год. Я не так часто пользуюсь. Но стоит она, естественно, дороже, чем аккумуляторы. Купил один раз и заряжаешь. Во-вторых, удобнее черненький в измерении. Я нажимаю, он не пищит ничего. Я просто измеряю все. И при этом я когда измерил, вот он, 30 секунд горит это значение. Я могу показать тому, тому человеку. Этот же товарищ каждый раз пищит. Пик-пик делает каждый раз. Очень быстро гаснет экран. То есть я буквально там кому-то пошел показать, оп, погас. Чтобы опять его включить, нужно опять он пропищит, опять измеряет, опять погаснет. Это, конечно, очень сильно неудобно. У этого товарища цветной экран, конечно, более симпатично смотрится. Чуть больше циферки по размеру. По прикольней, конечно, более наглядно измеряемая область. Мы понимаем, что вот в этом диапазоне мы производим измерения. У этого товарища просто точка и все непонятно. То ли он в этой точке производит измерение. То ли где это все происходит. Совсем понятно. То есть здесь все четко и наглядно. У этого еще настраиваемый коэффициент эмиссии. Максимальное значение он запоминает в течение измерения. И вот этот индикатор, который загорается при превышении забанных порогов. Всего этого в этом более простом варианте нет. По точности измерения я бы, наверное, сказал, что они примерно равны. То один больше занижает, другой больше заушает. В принципе этот класс устройства нельзя назвать супер точными. То есть разница в один градус это вполне нормально. Даже если взять пять одинаковых таких приборов, поставить так вот в ряд, направить на одну точку, то мы никогда не получим практически идентичные цифры. Они будут отличаться на градус или даже больше. Но вот для примера измеряем одну и ту же точку. Это 29, это 21 и 6 показывает. Так, дальше другую точку измеряем. Наверное, тоже самое. Сейчас куда мы еще наведемся. Давай тоже ближе. Так, в другом месте доведемся. Ну, то есть в пределах градуса как бы ему расхождение есть. Иногда этот меньше показывает, иногда этот меньше показывает. Иногда наоборот, то есть там не поймешь, как он на самом деле. Диапазон от минус 50 до плюс 600 градусов. Хватит для измерения домашнего чего угодно. От морозилки до горячей газовой конфорки. То есть для бытовых нужд вполне сойдет. Можно, например, я часто измеряю температуру отопления стояков батареи, потому что она как бы не очень-то у нас хорошая. И сейчас вот мы сравним, допустим, в этом диапазоне какая будет разница, отличия. Этот показывает 46,8. А этот показывает 44,4. То есть вот два градуса разницы получилось. А теперь сейчас морозилочку померяем. Минус 19, минус... О! Почти одинаково. Тут они молодцы, идентичны. В общем-то для бытовых нужд сойдет. Могу отметить у него такой минус, что он не любит очень сильных перепадов температур. Допустим, я зашел с улицы. Он пока не нагревшийся. Дома он начинает завышать на несколько градусов. Измеряю и понимаю, что нет, такого быть не может. Что-то он показывает. Либо я только что, допустим, замерял что-то градусов 300. Затем пытаюсь измерить что-то градусов около 20. И тоже понимаю, что он там на 2-3 градуса вверх завышает. Ему нужно немножко полежать, отдохнуть, чтобы он немножко охладился, что ли, я не знаю. И стал показывать нормальные цифры. Ну, как профессиональный прибор он, конечно, не тянет. Но для какого-то домашнего использования, включая те удобства, те его преимущества по сравнению с желтым товарищем, о которых я уже говорил, то очень даже неплохой вариант.